Беларусь сегодня торгуется 180 странами и даже в Европейском Союзе есть государства, с которыми у нас легко заключаются прямые контракты. Катерина Кутаевич продолжит тему. Сгущенка в Объединенный Арабский Эмират. Метелицы те, что по рельсам в Санкт-Петербург и лен в Китай для обивки салонов машин. Поговорим сегодня о белорусском экспорте, что мы продаем и что у нас в лед покупают. Дополним тему. Калий, трактор, автомобильная техника, мясо, молоко. Это типичное представление о белорусском экспорте. Да, это важные позиции, но не только они. Всего мы продаем миру товаров почти на 33 миллиарда долларов. И вот эти 33 миллиарда складываются из 8 тысяч товарных позиций. 8 тысяч тех или иных товаров от Спичек до Белаза. Основные рынки. Россия и Евросоюз. Хоть туда тяжелее заходить. И дальняя дуга. Страны Ближнего Востока и Китай. Золотое правило распределения экспорта. Это треть, треть и треть. Пока так нет. Но страна к этому стремится. Хороший пример Италия. У нас уже есть 244 совместных предприятия. Итальянцы с большой охотой покупают у нас нет ни ткань, ни молоко, а металл от БМЗ. Он идет в строительство и промышленность. Хотя про сыры тоже нужно упомянуть. Благодаря их технологиям, адаптированным у нас, Беларусь сегодня производит 2% всех твердых сыров в мире. Круто? И хорошо продает такую молочку в тот же Китай. Вот сравните. Сто наших предприятий участвовали в выставке импорт-экспорт в Шанхае в ноябре прошлого года. Россия привезла 54. Литва привезла 16. И подписала фактически там один контракт. Мы подписали контрактов, как я сказал, на сумму 182 миллиона. Это очень показательно. У нас действительно есть уникальная продукция. Например, белорусские беспилотники. Продукция, которая основана на нашей IT-технологиях. Это продукция к вопросам обеспечения общественной безопасности. Предприятие Адони. Сканер, который они выпускают, он стоит сегодня в Лондоне, в Хисроу. Если вы пойдете в аэропорт лондонский Хисроу, обратите внимание, что истекло там белорусского производства. У нас же знаете, есть много сейчас досужих рассуждений, что мы отстаем в чем-то. Мы очень высоко развитая страна. А теперь детально. Вот белорусские электробусы, например, производство которых организовано в Великом Камне, будут покупать для Лондона. Великобритания после выхода из ЕС обнулила свои ввозные правила и, как результат, контракт с Белоруссией. Штадлер, базирующийся в Фанниполе, одинаково хорошо продает метелицей в Санкт-Петербург и в Чехию. Рынок Евросоюза непрост. Но с учетом развития, в том числе и дипломатических отношений, мы помним, что шенген сегодня подешевел до 35 евро. Все может быть совсем по-другому. Или другой континент, Африка. Как говорят эксперты, сегодня это самый привлекательный рынок для прихода туда с технологиями и товарами. Да, может поставки пока не велики. Да, может контракты не на десятилетия. Но главное закрепиться на рынке, заработать авторитет и доверие. А если будет больше рынков, африканских, азиатских и других будет больше возможностей. Сегодня белорусская продается в 180 странах мира. Немало, но очень хочется больше. Знаете, по-особенному себя чувствуешь, когда в магазине российского Выборга, китайского Сиане или арабского Дубая на полке видишь свою селедку или сгущенку. Вот, например, рогачевская сгущенка каждый месяц теперь по два контейнера общим весом в 40 тонн уходит на аравийский полуостров. Так что в экспортном потенциале, что касается товаров, нам всегда будет чем дополнить темы, а в будущем рассказать и про экспорт услуг.